итак первый вопрос объясните пожалуйста что такое тавасуль объясните 64 аят суры ан-ниса почему шииты придерживаются мнения что это относится ко всем периодам а свиниты считают что только к периоду жизни пророка салаллаху алейхи в алейхи вассалям и объясните почему 20 20 от суры ан-нахль не относится к тавасулю и докажите это пожалуйста итак начнем с того что есть тавасуль это слово происходит от корня вассаля который означает близость и устремленность близость и устремленность например для того чтобы вам было понятно что каких случаях это слово используется этот корень используется например говорится аль василя говорится василя как каком смысле это говорится по отношению к чему или кому это говорится василя используется в отношении человека который например как один из примеров используется в отношении человека который близок к правителю и устремлен к нему то есть к приближенным правителя также применяют это слово однокоренное ставая салем слова таким образом в этом корне установлена близость к чему-то и устремленность к чему-то близость и устремленность а что касается слова тавасуль то тавасуль это принятие принятие того кто близок и устремлен и устремлен как средство например всевышний в священном коране говорит я юхаладина аману и так уллах в апталу илейхил василя всевышний говорит о те которые уверовали проявляйте богобоязненность будьте богобоязненными и очень сильно требуйте средств приближения к нему то всевышний говорит ищите средств приближения ко всевышнему и сам всевышний установил эти средства приближения к себе так вот принятие этих средств приближения является тавасулю то есть таким образом тавасуль это не просто использование каких-то средств для того чтобы приблизиться ко всевышнему обратите внимание тавасуль это принятие принятия то есть согласие человека с теми средствами приближения ко всевышнему которые установлены самим всевышним аллахом и эти средства приближения они могут быть разными они могут быть совершенно разными например обратите внимание некоторые эти средства приближения они являются естественными например молитва молитва приближена ко всевышнему и устремлена ко всевышнему и прибегание к этому средству то есть прибегания к молитве также приближает человека ко всевышнему но это средство она естественное но есть и добровольные средства приближения ко всевышнему то есть есть вещи или личности которые являются добровольными и например в качестве примера можно приводить пророков пророки по своей доброй воле по своему собственному желанию приближенный ко всевышнему и устремлены к нему таким образом аль василя может быть двух видов может быть естественным может быть и добровольно средством которое приблизилось через свою добрую волю при и устремлена своей доброй волей в отличие от молитвы молитв такого выбора нет она естественно приближена ко всевышнему и естественно устремлена ко всевышнему точно так же как и пост и многие другие виды богослужения и человек прибегая ко всем этим средствам он приближается ко всевышним аллаху но прибли но используя как средство приближения ко всевышнему такие средства как пророки посланники которые добровольно приближенные устремлены ко всевышнему означает в первую очередь конечно же следование за ними от и уллаху а ты уррасуль подчиняйтесь клаху его посланник посланнику у лилям реминку и подчиняйтесь обладательном власти среди вас то есть в первую очередь они являются средством приближения ко всевышнему через подчинение им а также через уподобление им через использование их средств их образа жизни их образа мыслей и так далее то есть через уподобление этим людям но помимо этого всевышний также сделал их средством приближения ко всевышнему другим образом как раз таки тем образом который описан в одном из аятов священного корана а именно 64 аяте 4 суры всевышний в этом аяте священного корана изволил сказать валява аннахум из заляму анфусахум джаукя фастагфару аллаха вастагфара лахум уррасулю лаваджаду аллаха таввабан рухимя всевышний говорит если бы они пришли бы к тебе о посланник тогда когда проявили к себе самим несправедливость и попросили бы придя к тебе попросили бы всевышнего простить их и также посланник просил бы за них прощения то они обнаружили бы что аллах является прощающим и милостивым то есть в этом аят священного корана всевышний ясно и двусмысленно дает понять что не просто мольба ко всевышнему но есть и другая другое обращение к всевышнему через эти приближенные и устремленные ко всевышнему средства через этих приближенных и устремленных ко всевышнему людей в частности его святлости посланник аллаха саллаллаху алейхи алейхи вассалям таким образом в этом аят священного корана ясно и двусмысленно не двусмысленно дается понимание того что эти люди эти приближенные к аллаху люди пророки и мамы и халифы друзья аллах аулия улла все эти люди приближенные и устремленные ко всевышнему и установлены им как средство приближения к нему через подчинение к ним через уподобление им но и и через просьбу через них посредством просьбы через них это что касается того что есть тавасу тавасу это принятие средств который установил аллах как средство приближения к самому себя и поэтому в связи с этим мы обращаемся к другому аяту священного корана в котором всевышний изволил сказать ва ябудуна миндуниллахи ма ла ядуррухум ва ла янфа ухум ва я кулуна ха уля и шуфаа уна инда аллах они поклоняются тем помимо аллаха кто не может навредить им и никто не может принести им пользу и говорят что эти являются заступниками для них перед аллахом это 10 сура 18 аят сура юнус но обратите внимание во первых в этом аят священного корана всевышний говорит о том что они поклоняются а прийти к пророку например прийти пророку чтобы он сделал за тебя дуа это не есть поклонение пророку поэтому тавес-соль не является тавес-соль этот вид тавес-соль а когда человек обращается к приближенному Аллаха для того чтобы тот сделал за него два перед аллахом для того чтобы тут заступился за него перед аллахом для того чтобы он попросил что-то у аллаха за него это не является поклонением Это, во-первых, по поводу данного аята. Во-вторых, обратите внимание, далее Всевышний говорит, Они что, хотят сообщить Богу о чём-то, о чём не знает Всевышний относительно небес и земли? Они хотят дать знания Всевышнему. Что здесь имеется в виду? Здесь имеется в виду, что если бы те, кому мушрики, те истуканы, те идолы, которым многобожники, мекки поклонялись, если бы они были приближенными Аллаха, если бы они были теми средствами, которые установил Всевышний в качестве средства для приближения к себе, то сам Всевышний об этом знал бы. То есть, в этом аяте Священного Корана Всевышний говорит о том, что они не установлены, эти истуканы, эти идолы, которым поклонялись мушрики, мушрики Мекки в частности, что эти идолы не установлены Всевышним как средство приближения к нему. И как следствие, то есть, в этом аяте, этот аят даёт хорошее понимание того, что есть Тавасуль. Тавасуль – это обращение к тем, кого сам Всевышний установил в качестве средства приближения к себе. Это пророки, это посланники, это имамы, их приближенные последователи, их возвышенные последователи. Халифа Аллаха на земле, а влия Аллах. Поэтому, если человек обращается, например, к Джорджу Бушу, обращается к какому-то другому человеку, для того, чтобы тот заступился перед ним, для него, перед Аллахом, это не называется Тавасульом. Тавасуль – это принятие тех средств, которые установлены как средство приближения ко Всевышним. Тавасуль – это принятие и согласие с теми средствами, которые сам Всевышний установил как средство приближения к самому себе. И поэтому, непринятие Тавасуля – это вражда с самим Аллахом. Точно так же, как человек, который отказывается пользоваться молитвой, отказывается пользоваться постом для того, чтобы приблизиться к Аллаху, точно так же, как этот человек на самом деле враждует с Аллахом, точно так же и тот человек, который отказывается обращаться к Пророку, отказывается обращаться к его наместникам, имамам и халифам, точно так же враждует с Аллахом, потому что сам Аллах установил эти средства как средство приближения к самому себе и требует от своих рабов, чтобы они приняли эти средства. А принятие этих средств, в качестве средств приближения к нему, есть Тавасуль. Это что касается первой части данного вопроса, о том, что есть Тавасуль. А теперь давайте обратимся к второй части, чтобы объяснить, почему 64-й аят Суры Аниса. Шииты толкуют так, что относится этот аят только к периоду. Шииты толкуют так, что ко всем периодам этот аят Священного Корана относятся. А сунниты толкуют только относительно периода жизни. Его святлость посланник Аллаха. Итак, давайте сначала засчитаем этот аят, который мы чуть ранее засчитывали. Где Всевышний говорит. Что если бы они пришли бы к тебе, когда они проявили несправедливость к самим себе, чтобы просить Аллаха о прощении, чтобы посланник просил за них прощения, то они нашли бы Аллаха прощающим и милостивым. Это тот аят, 64-й аят, Суры Аниса, 4-й Суры, о котором спрашивает вопрошающий брат. Итак, давайте начнем с того, что сунниты не толкуют этот аят так, что он относится только к жизни посланника Аллаха. Это заблуждение. Это, во-первых, неправильно. Именно ваххабиты и салафиты, последователи Мухаммад ибн Абдул-Ваххаба, именно Мухаммад ибн Абдул-Ваххаба толкуют этот аят так, что он относится только к периоду, когда посланник Аллаха был на этой земле. А остальные сунниты таким образом этот аят не толкуют. Это, во-первых. Во-вторых, почему шииты толкуют этот аят так, что это относится ко всем периодам, в том числе и к сегодняшнему дню, когда на земле нет его светлости посланника Аллаха, среди нас его нет. Почему? Потому что мы убеждены, мы убеждены и глубоко убеждены, что посланник Аллаха не умер. И те люди, которые говорят, что посланник Аллаха, салаллаху алейхи ваалю салям, умер, они заблудшие и находятся в заблуждении. Почему? Потому что уход из этого мира не есть смерть, есть переход из одного мира в другой мир. Это атеисты и неверующие в Бога люди считают, что если человек ушёл из этой жизни, то он ушёл в небытие, что его больше нет, всё, он умер. А мы считаем, что нет, человек, уйдя из этого мира, уходит в другую жизнь. И обратите внимание, очень важный момент, другая жизнь намного интенсивнее этой жизни, она качественно лучше этой жизни. А значит, посланник Аллаха, салаллаху алейхи ваалю салям, слышит нас лучше, чем слышал здесь, видит нас лучше, чем видел здесь. Почему? Потому что фактором качественной жизни является в том числе и слух, и зрение. Например, обратите внимание, сравните камень и человека. Мы говорим, что камень не обладает жизнью, что камень безжизненный предмет. А человек нет. Но в чём же разница между камнем и человеком? В том числе и в том, что человек может видеть, может слышать, а камень не может видеть и слышать. Или же давайте не сравнивать человека и камня, а сравним, например, животное и камень. Например, сравним льва с камнем. Почему мы говорим, что лев обладает жизнью, что это живой организм, в отличие от камня? Потому что в отличие от камня, лев видит и слышит. Таким образом, если мы говорим, что та жизнь, следующая жизнь, последующая жизнь, интенсивнее, чем эта жизнь, это значит, что и слух, и зрение там качественно лучше. И поэтому у нас нет никаких оснований считать, что этот аят священного Корана относится только к этой жизни. Что он ограничен именно этой жизнью. Никоим образом. Никаких ограничений, ни в самом аяте, ни вне этого аята, никаких ограничений совершенно нет. И третья часть, третья часть данного вопроса, и объясните, почему 20-ая сур-а-нахль не относится к Тавасулю, и докажите это, пожалуйста. Итак, что в данном аяте священного Корана Всевышний говорит, То есть, Всевышний, в этом аяте священного Корана говорит, что те, которые зовут, те, которых зовут, помимо Аллаха, они не сотворили ничего, но сами были сотворены. Они ничего не сотворили, но сами были сотворены. Опять-таки, обратите внимание, почему этот аят священного Корана не относится к Тавасулю. 20-аят, 16-ой суры. А причина является то, что в данном аяте речь идет о поклонении. Вал-лядине яду'уна минду'уни ла-хилла яхлюкуна шай'ан ва-хум юхлякун. То есть, те, кого они зовут, помимо Аллаха, наряду с Аллахом, они ничего не сотворили, но сами были сотворены. То есть, речь, обратите внимание, в аяте священного Корана ясно и двусмысленно дается представление и понятие о том, что этот аят священного Корана относится к поклонению. То есть, обратите внимание, если мы скажем, что этот аят священного Корана также относится к Тавасулю, например, к тому, о чем говорилось в 64-ом аяте суры Ниса, 4-ые суры, если скажем, что в этих двух аятах говорится об одном и том же, о том, чтобы обращаться к рабам Аллаха для того, чтобы они молились за тебя, и просили прощения за тебя, делали дуа за тебя, если мы скажем, что в этих двух аятах говорится именно об этом, об одном и том же, то значит, эти аяты ясно и недвусмысленно противоречат друг другу. Но при этом мы видим, что в 64-ом аяте, 4-ой суры, Всевышний говорит, пусть посланник Аллаха просит за них прощения, чтобы они пришли к посланнику, чтобы тот просил у Аллаха прощения за них. А в 20-ом аяте, 16-ой суры, получается так, что Всевышний говорит, те, которые пришли к пророку, чтобы он за них помолился, они поклоняются наряду с Аллахом кому-то, кто ничего не сотворил, но сам был сотворён. То есть здесь есть явная противоречия. Так можно, согласно священному Корану, прийти к посланнику Аллаха саллаллаху алейхи и алейхи и алейхи и ассалям, чтобы он, чтобы сделать к нему тавасуль, чтобы он помолился за тебя, или нельзя? Мы видим, что из 64-ого аята, 4-ой суры, мы ясно и двусмысленно наблюдаем, что можно, это дозволено. Тогда получается, о чём идёт речь в 20-ом аяте 16-ой суры, речь идёт о поклонении, когда человек считает, что тот, кого он зовёт, тот, к кому он обращается, является его творцом, или является тем, кто управляет его жизнью, или тем, от кого зависит его жизнь, что и в свою очередь является поклонением. И поэтому 20-ом аяте 16-ой суры ясно и двусмысленно говорится о том, о тех людях, о тех личностях, которые поклоняются кому-то помимо Аллаха.